История в лицах. Урок мужества прошел в Щелковской центральной библиотеке. Со школьниками встретились ветераны, депутаты, представители общественных организаций, сотрудники администрации городского округа. Встреча была организована Щелковским отделением Всероссийской общественной организации «Боевое братство». Перед старшеклассниками выступил ветеран Великой Отечественной войны Петр Византийский, стрелок-радист штурмовика Ил-2, старший сержант в отставке. Он прошел всю войну, совершил 175 боевых вылетов, был сбит, но выжил. Сейчас ему 97 лет. На встрече ветеран рассказал о памятных ему эпизодах самой страшной войны 20-го столетия. Он говорил совершенно удивительно, просто, понятно, иногда даже с юмором. Петр Константинович участвовал в освобождении Праги. Это был уже самый конец войны, почти победа. 23 апреля меня уже ранило. Ранило живот. И вот, если там Господь меня, как говорится, спас, когда мы разрушились, и видно, жизнь мне еще дана. Перед тем, как вот перед 12 апреля, все тихо, спокойно, никто не знает ничего. Нам выдают американские ремни, прессованные, такие широкие, такие ремни красивые, вот, заводя. И я поехал туда. И вот во время боя мина попала, она мне всю шинейджу изобразила, в этих восколках. И один-единственный осколок, который попал в меня, попал в этот ремень, задержался и прошел только вниз. Если бы вот это не этот ремень, как Господь его мне и отдал, все прошло бы, все на свете. На встрече выступили участники войн и локальных конфликтов. О войне в ребятам рассказал офицер спецназа Александр Сенегубкин. Жительница Щелкова, в 1980 году медсестра военного госпиталя в Афганистане Мария Поликарпова тоже вспоминала о пережитом. Вы знаете, мне лично было не страшно. Мне было тогда 20 лет, а в этом возрасте страха практически не бывает, потому что я не знала, что такое страх. И мне настолько, поскольку мой отец был участником Великой Отечественной войны, и, наверное, он мне привил это чувство бесстрашия с самого детства, и я не боялась ничего. Даже когда была бомбежка, бомбили наш гарнизон, наш 191 полк, я не бежала в бомбоубежище. Я, возможно, я тогда не понимала этого. Перед школьниками выступил участник войны в Афганистане депутат Московской областной думы Николай Черкасов. Он, полковник запаса, знающий не понаслышке цену воинскому братству и мужеству, с великой благодарностью говорил о том, что сделали для всех нас ветераны Великой Отечественной. Это действительно история мужества. Как удалось народу сплотиться в трудную минуту перед лицом вот этой страшной беды, найти в себе мужество, что было сделано, как народ сумел. Это, вы знаете, загадка для меня до сих пор. Когда и сегодня мы слушаем наших ветеранов Великой Отечественной войны, трудно себе представить, как они смогли 1418 дней и ночей вести этот непрерывный бой. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.